И я вас категорически приветствую, Сергей Вячеславович. Добрый день. Парад очень видеть. Селитрично. Что здесь? Мы будем готовить сегодня, а будем готовить на самом деле такую эволюционную жарку. То есть на самом деле моя цель – это не приготовить минок, который сидят в этом ящике, а собрать мозги для того, чтобы исследовать их на предмет эволюции, возникновения мозга человека. От нас… Миногины мозги. Миногины мозги, но для того, чтобы понимать, как устроено у человека. Это две очень взаимосвязанные вещи, хотя нас разделяют сотни миллионов лет. Мы похожи на минок? Ну, судя по тому, что мы едим и размножаемся, точно. В этом плане все очень похожи. Многие, я считаю, по уровню развития даже не отличаются. В крайнем случае, не догадываются об отличиях. Из коробки доносится отвратительное чавкание, как в фильме «Чужие». Миноги, они потому что что делают? Они живут таким образом, что они делают дырку в боку рыбы, например, и навредяют внутренние органы. Понимаете, они питаются, по сути дела, внутренностями и кровью. То есть мы сегодня приготовим и попробуем на вкус тех, кто питается кровью. Это моя давнишняя мечта – зажарить графа Дракул и просто его съесть. Потому что он тоже питался кровью, он, наверное, такой же вкусный. Какие прелестные создания. Да, конечно. А есть ли у вас ножичек? Вот подходящий для разделки, в том числе и графа Дракулы, ножичек. Мы переходим к удовольствию. Надо сказать, что это не просто так все происходит в городе, в Санкт-Петербурге. Дело в том, что я полтора года не мог никак продолжить свои исследования на полном серьезе, связанные с отсутствием миног. Они живут только у нас? Они живут у вас, но Санкт-Петербург всегда прекрасно поставлял в город-герой Москву свою продукцию. Но, к сожалению, сейчас с этим возникли… Присеклась? Да, ее присекли. Поэтому мы открываем волшебный ящичек, и здесь находится 5 килограмм драгоценнейших существ, а именно миног. Какая мерзость! Я их видел только маринованными. Ну, маринованные. Надо развиваться, я считаю. Вот, пожалуйста, можно взять крупный план и посмотреть на эту красоту. Вы видите, это практически сосиска. А учитывая, что это все ближайшие родственники графа Дракулы, значит, то есть у них кишечник очень маленький, атрофирован практически. И порядочные люди в Санкт-Петербурге едят их всегда жареными в сухарях. Я, когда сюда приезжал студентом, и потом многократно занимаясь естественно-испытательскими опытами, я с удовольствием питался, брал на Невском. Там был рыбный магазин, он назывался «Океан» в последней своей ипостаси. Значит, можно посмотреть поближе. А он там допродавали такие, завернутые в кулечек такой, по-другому не назовешь, такой бумажный, жареные миноги, куда тебе клали. И ты спокойно брал чекушку вот, то есть брал алкогольный напиток этих миног и придавался чистейшему разврату. Потому что это величайший деликатес. И хотя едят его не во всех странах, но те, кто ест, те нахваливают. Кстати, у японцев тоже, несмотря на то, что они едят такую гадость, как суши, и все время болеют глистами, они, значит, тоже... Половина веса японца – это глисты. Ну, почти, да. А вот эти вот отверстия сбоку, это... Значит, что здесь, как здесь устроено? Это жаберные дыры, потому что жабр нет. И жаберный аппарат представляет собой просто дырки открывающиеся. Это представители очень интересной группы Агната, то есть еще бесчелюстных. Они такие древние. Ну, как вы видите, что получается. Они древнейшие, у них нет челюстного аппарата. И есть только такая вот присоточка. На самом деле с довольно противными зубами. Которые, если поближе посмотреть, выглядят не очень презентабельно. Однако мозг, что для меня очень важно, у них состоит из пяти отделов. Так же точно, как у нас. То есть передний промежуточный, средний, задний, продолговатый. И даже из зачаточки небольшой мозжечка. То есть все как у нас. То есть этот архетип заложился намного раньше этих самых минок, которые являются боковой ветвью когда-то эволюции, пришедшим к нам. То есть они древнее крокодилов, древнее акул и даже динозавров? Ну, динозавры они вообще, считайте, наши современники. Некоторые наиболее отчаянные шизофреники объявляют по телевизору, что там были люди в те времена, которые кормили их молочком из блюдечка. Я согласен на все. Где взялись молочком, млекопитающий, а где блюдечки-то? Вот с этим есть известные проблемы. А так они, конечно, намного древнее. То есть это древнейшие, то есть древнее и примитивнее их. Ближайшие в группу входят миксины еще. Такие довольно крупные твари, иногда голубого, иногда рыжего цвета, которые живут в основном вокруг Греландии, в северных морях. И они там разъедают всякие трупы. Эти нет. Эти более благородные, как граф Гадракулу, питаются кровью обычно, нанося урон сельскому хозяйству, то есть рыбоводству, что делают дырки в боках. То есть на самом деле это сорная рыба, которая попадает в сети и ее удаляют оттуда. То есть вот, собственно говоря, объект... Она на живую рыбу нападает? Да, да, на живую. Конечно, кто же будет питаться кровью? Уж кино смотрят все американские. Граф Гадракул всегда подкрадывается длинноногим богиням и вонзает в хорошо отмытую шею в свои острые зубки. Так и здесь все происходит. Там хорошо отмытые карпы. То есть на тухлятину не лезет? Нет, на тухлятину лезут миксины. И это такие морские существа. Я очень надеюсь тоже их наловить. А еще примитивней такой гарантированно хордовый – это ланцетник. Европейский ланцетник, который изучался Ковалевским. Кстати, почему бы не съездить поизучать его на неаполитанскую станцию в Италию? Мне кажется, мы могли доставить удовольствие. То есть восстановить русскую традицию. Остров Капри. Да, русские ученые все время ехали с целью насладиться пышнотелыми итальянцами. Итальянцами. Итальянцами, кто там был склонен. Ну и хорошим вином. Я считаю, что эту традицию русской науки надо поддерживать. Я вообще все время приветствовал бы передачу «Назад» неаполитанской станции. Вот, собственно говоря, и весь объект. И мне это нужно для чего? Для того, чтобы сделать атлас мозга и черепно-мозговых нервов миноги. Сделать атлас мозга разный. Причем не просто цитоархетонический, а покрашенный по низлю классический. Ну, это тот самый низль, который впервые придумал простую окраску для периферической, для нервной системы, для нейронов. Там называемое такое вещество низля есть такое. На самом деле это сейчас мы знаем. Это высокая концентрация метахондриальной активности. То есть метахондрии там большие занимают. А кроме это аппарат Гольджи. И на нем сидят, значит, соответственно, происходит синтез различных метаболитов. А поскольку это очень плотно происходит, образуется такая слоистая структура. То есть это эндоплазматическая сеть. Он придумал окраску с помощью крезива иолета. И изобрел много чего тоже хорошего. И мы сейчас будем фиксировать. Это было давно. Это было давно. Это был XIX век. А как он такое? Нечайно на чём? Он был гистологом хорошим. Он даже выпускал архив знаменитого. Для гистологии это что такое? То есть это микроскопическое строение тела. То есть когда, например, любому, уж про онкологию все знают, берут кусочек ткани, делают срезы толщиной по 10 микрон или 5, красят специальными красителями, чтобы видеть, какие там клеточки внутри. И после этого, значит, учёный или врач диагноз смотрит под микроскопом, что там видно. И на основании этого делают заключение. У вас как уже пора, значит, заказывать понисиду или ещё можно потрепахаться. То есть иначе говоря, это до сих пор было, остаётся основным методом медицинской диагностики сложных всяких случаев, как всяких онкологических заболеваний, так и всяких патологий. А применительно к мозгу, то есть увеличённый мозг тоже спасла. Да, мы, значит, сначала его проводим по системе, значит, сначала фиксируем, значит, для того, чтобы сделать хорошую окраску понислю, надо перейти к 19 веку. Вот здесь у меня 70% спирт. Полезная жидкость во всех отношениях. И он фиксируется как раз в спирту, чтобы получить очень качественную картинку. И сам Нисль тоже фиксировал в спирту, который употреблял и не по назначению. Но благодаря этому он гениально придумал, как совместить в одном простом тесте температуру воздуха, движение ветра, влажность и атмосферное давление. Какой-то монстр. Он гений просто был. Нет, он просто, поскольку, когда разводил эспиритус, он, значит, видимо, к нему и прикладывался. Поэтому ему посетила такая мысль, потому что, как показал вчерашний мой опыт, на некоторых действует просветляющее, значит, разные сорта шампанского в том числе. Я заметил, йоги бьются над остановкой внутреннего диалога десятилетиями, успокаиваются. У нас никаких проблем. Раньше в Рюмочных мы останавливали внутренний диалог на всех улицах Санкт-Петербурга. Заходишь, рубль двадцать, и ты останавливаешь диалог с помощью бутерброда и рюмки в 50 грамм, и все будет нормально. У нас таких нет проблем. Это дикие индусы. Йогам на заметку. Да, приходите, мы научим. Так вот, значит, что он делал. И для того, чтобы научиться красить, это просто кризил виолет, достаточно простая краска, примитивная. Используется иногда для штанов, там, ну, такое каменоугольное происхождение. Он что делал? Очень трудно. Мозг очень болезненно красил. Что лучше, то хуже. Ну, не знаю, тут как. А там же выявляются тела клеток. Это очень ценно. Видно как раз конструкция мозга. Он делает. Он долго ломал голову, ну, никак не получалось подобрать. Ну, это давление, меря, температуру. А влажность? А любимая жена вошла дверями, хлопнула, чтобы черт ее, простите, чтобы там, значит, она не ходила. То есть это же все двигается, это все плохо. Надо с этим бороться. И тогда он открыл гениальный способ. Он берет, кладет препарат, значит, в краску, чтобы уже порезанный мозг по 10 микрон, вот как у меня будет. И дальше спокойно плюет на пол. Скорость высыхания плевка и составляет время окраски. Он объединил все параметры гениальным способом ученого-провидца. Что самое пошлое, что это до сих пор работает. И я вынужден признаться, что приходится ставить такие же опыты. Это, значит, все эти решения несли. Теперь дальше у нас еще интереснее, значит, дело. Это электронная микроскопия. То есть Ломоносов только мечтал о том, как увидеть тонкие жилы в нашем организме. А мы уже видим. То есть электронная микроскопия для того, чтобы смотреть на увеличение объекта. У Ломоносова вообще мелкоскопа не было? Нет, не было. Хотя в те времена он уже был. И уже Роберт Гук даже придумал конструкцию. А Левенгук еще в конце 17 века придумал смотреть с одной линзой. Кстати говоря, молодец был в этом отношении. То есть стеклянную каплю. Да, не каплю, в том-то и дело. Он брал стекло, плавил его. И из-за поверхностного натяжения образовывался шарик идеальный. Понимаете? За счет гравитации. А потом его краюшек он стесывал и полировал. А получал линзу с увеличением до 300, используя в качестве окуляра собственный глаз. Это была гениальная, конечно, вещь. Но Роберт Гук усовершенствовал. Он сделал отдельный объектив, отдельный окуляр. В это время как раз Ньютон, воспользовавшись его письмом, публиковал под своей фамилией теорию всемирного тяготения. Роберт Гук ее написал и послал другу. Но друг оказался, как всегда, честнейшим человеком. И когда Ньютон говорил, что мы стояли на плечах гигантов, это было издевательство. Это было издевательство в чистом виде. Потому что Роберт Гук как раз теорию всемирного тяготения открыл в английском королевском обществе, то есть их академию, хранится документами. Но он увлекся в тот момент микроскопом и просил это делать. Профукал. Профукал, да. Это мы будем делать электронную микроскопию с разрешением выше полумикрона. Потому что выше было полумикрона, все равно микроскоп не видно. Если мы хотим тонкие жилы изучать, то нам нужно смотреть с хорошим большим увеличением. А для этого нужна специальная фиксация. Это глютар-альдегид, значит, на фасфальтном буфере я только что развел. То есть у нас есть спирт, глютар-альдегид. Дальше дело веселее и интереснее. Это окраска по Гольджи. Что здесь я рассказывать не буду. Но, тем не менее, это соединение характерное. То есть это хромовые соли и соли, связанные с осмием. Потому что они выкрашивают осевые цилиндры нервных клеток и позволяют сделать фантастическую вещь. То есть если сейчас взять какие-нибудь тела, самые современные, дорогущие, там, бета-тритабулин, например, который специфически красит нейроны. И взять, сделать так, покрасить. Ну и что, будут мозги черные. Все. Там же нейронов полно. Все покрасятся. И с деревьями леса будет не видать. А Гольджи, при всей капризности, из-за того, что полмира отказался от этой работы, если не 99% ученых, он позволяет что сделать? Окрасить с помощью солей серебра, но после фиксации, там, через несколько дней я начну это делать, нейроны так, что вот среди тысяч нейронов, обычно от 100 до 1000 нейронов, не красятся никак. А один красится, но зато образуются, видны все, и аксоны, и дендриты. То есть при хорошей окраске еще и шипики, то есть комплексы синапсов. То есть это можно увидеть на одном нейроне целиком на толстом среде. И до сих пор никаких аналогов такого качества картинок нет, потому что на самом деле сделать такую избирательную окраску на сериях таких разрезов практически другим способом невозможно. Вот это будет у нас окраска Капогольджи. Кстати говоря, Капогольджи получил Нобелевскую премию за свое изобретение, потому что таким образом подтвердилось, что нервная система – это не сенсити, то есть не единая сеть, не гигантская клетка, а состоит из отдельных клеток. То есть и дали ему, и дали второму человеку. Это кроме Камилы Капогольджи Рамону Кахал, который описал большую часть нервных систем всех животных на этой планете доступных. И описал основное строение нейронов. То есть им дали на двоих. Один преизобрел способ, а второй его применил. Да, и вот Камилу Кольджи, он ругался до самой смерти с Рамоном Кахалом, потому что он отрицал клеточное строение нервной системы. Можешь себе представить? Человек, с помощью метода которого подтверждено клеточное строение нервной системы, он на самом деле отрицал это до конца жизни и не разговаривал с Рамоном Кахалом. Но Рамоном Кахалом, у него прекрасные книги, он обладал феноменальной памятью и вообще создал вот эти все свои книги очень интересным способом. Он сначала целый день смотрел препараты, ну, например, какой-то участок мозга, один и тот же. А вечером изводил свою жену, и жена была все время в непределе, поэтому она не приставала. Он ложился в постель, там у него была такая специальная подставочка, где лежал листы бумаги и тушь, где он по памяти рисовал, обобщая сумми... Фотографий не было? В том виде, в котором сейчас. Суммируя все данные, рисовал вот эти нейроны тушью аккуратно. И он нарисовал десятки тысяч этих нейронов. Ну, естественно, что по постели все понятно, в чем будет. Вот в туши, там в соплях, во всем остальном. Ну, и жена наутро опять была при деле, то есть не мешала с утра заниматься вновь исследованием. Кстати говоря, мы находимся на кухне, а Камилла Гольджи, вот этот вот итальянец, ну, тогда в Италии еще была наука, открыл все это на кухне, на самом деле, способ покраски. Он там красил разными солями серебра, это давно известный метод, в том числе и нервную систему. Но поскольку он возился на кухне и мешал жене, как всегда, женщина это играет в ручевую роль, она его слегка гоняла, поскольку у него не было лаборатории, и вся работа шла на кухне, поскольку он там заветовал психушкой. Вот ему, он как любитель, по сути, будучи ученым профессиональным, занимался как любитель. И у него кусок ткани, после того, как он уже проимпрегнировал, то есть пропитал серебром, упал на сковородку. Ну, конечно, сковородки был выкинут, но оказалось, что температурное воздействие, оно оказывает влияние на то, чтобы серебро выпало по краям нейрона. То есть оказалось очень интересно. И это натолкнуло его к модификации метода, который потом стал основным в изучении отдельных нейронов. То есть вот это мы будем... Извилистые пути науки. Извилистые, извилистые. И для электронной микроскопии, и для окраски по Гольджи мне нужно будет целиком мозг. То есть выдрать мозг и погрузить в эти растворы. Более того, чтобы прохромировать как следует, надо будет вовнутрь засунуть ценные стекловаты, чтобы жидкость омывалась со всех сторон, и в то же время эта ватка не сказывалась непосредственно на животных. Так что вот такие задачи я сейчас и буду решать. Ну, сначала я, естественно, сделаю вот этим замечательным ножом, просто прекрасный. Ручной работы. Кузнец Пампуха. Автору привет. Да, кузнец Пампуха. Сейчас мы проверим. Хотя здесь ни одной кости нет. Можно не пугаться. Все будет прекрасно. Нож узбекский для приготовления еды. А вы знаете, узбекские ножи обычно делают из мягкой стали. Но у узбека есть всегда хитрость. Ну, стоящего узбека в грязном засаленном халате. Такое настоящее, этническое. Узбеки чисто плотные. Нет. Я замечу. Поскольку там нельзя руки друг об друга мыть. Ну, нормальные мусульмане это не принято. Почему? Ну, надо об себя. Значит, они когда едят плов, вот так вот это все делают. Об волос. Об волос. Ну, зачем такие жестокости? Там уже бреются под лысого. Они об халате. Зато сразу видно, что ты ел плов. Многие его не едят. Есть проблема. Дорого, да. Так вот, у них эти ножи узбекские. Я их тоже очень люблю. В Средней Азии поднасобачивался ими пользоваться. Но там есть тонкость. Настоящий узбек с таким узбекским ножом из мягкой стали. Он имеет на откидной половинке халата туда подшитый оселочек. И он, значит, вот подходит клиентам чего-нибудь, и даже арбуз. Он как раз, щелк два раза, заправил его, и нож как бритва. Ты покупаешь такой нож, приходишь, он тупится через воду, и ты не знаешь, что с ним делать. Потому что мягкая сталь предполагает ежедневное подтачивание. Могу открыть секрет для тех, у кого из кроватного железа нож под названием пчак. В основном тосят об донышко белолушки. Да, ну, это известно. Да, да, да. И кроватный. Да, это я тоже знаю. И поле. Режет великолепно. Так что ж, я приступлю сейчас к фиксации. Так, ну, сколько их понадобится? Ну, сейчас, поскольку у нас избыток материала, что для ученых вообще не характерно. Этих хватит? Нет, нет. Это, я думаю, самое скромное, по десятку. Я же большой ученый. У профессоров аппетит ужасный. Ну, вот. Так что мне при... Сейчас я быстренько сделаю сначала десяточек. Вот. Это... Живучие какие. Вроде не шевелятся, но дышат все усиленно. И что мы с ними сделаем? Что мы сейчас... Мы их декапитируем. Но не на такие жесткие. Башку сразу. Какая зверство. Вот чувствуется милицейская закалка. Башку сразу. Что ж это такое? Нет, мы по-простому. Пусть попью. Да, да. Нет. Мы их благородно. Мы отделим голову и напоим ее. Естественно. Это 70% алкоголь у нас. Ну, и чудненько. Значит, здесь у нас... Благородно. Чистый ректификат. То есть, обращаю внимание, уважаемые господа, ректификат пить нельзя. Это смертельный яд. Поэтому не надо пить водку, разведенную из ректификата. Только дистиллят. Потому что именно к ректификату возникает, уважаемые господа, мгновенная зависимость. И, дорогой Николай Второй, это Срастотерпец у нас, да? Да. Вот Срастотерпец ввел, пытаясь спасти русский народ от севухи, ввел ректифицированную водку. В результате повысил примерно в 10-15 раз количество алкоголиков внутри страны. Потому что если вы перегоняете дистилляцией, то у вас спирт цеплен с разной органикой, которая переходит. Ну, севушка-то, запашок. И, как известно, так делают коньяк, виски и прочее. И, как известно, зависимость не очень заводится. Хотя и здесь бывает. Есть алкоголики такие, даже пивные. Ну, у нас есть и любители сметаны до самозабвения. Тут уж ничего не сделаешь, перебирать не надо. Так вот, он ввел вместо дистилляции ректификацию. А это химическая очистка. И возникает зависимость, то есть неврологическая, намного быстрее. В результате с, по-моему, 1895 по 2015-й наш население пило в основном ректификат, от чего мгновенно возникает алкогольная зависимость. С чем я Минздрава поздравляю. И только в позапрошлом году наконец-то разрешили официально продажу дистиллятов. Что является достижением? Я считаю, что разрешив это, надо запретить ректификацию начисто. Чтобы не возникало зависимость особенно у подрастающего поколения. Но с современными мощностями, по-моему, изготавливать одно или другое вообще никаких проблем не представляет. Водка, если по уму, пока не придумали ректификацию, она же была самогоном. Да. То это был просто дистиллят и все. Ну, там три проблемы. Надо только делать из ржи, это раз. Второе, надо делать обязательно после приготовления, разобавлять только проточной водой из текущих источников, то есть из речек. И все, больше никаких проблем. Рожь и проточная вода, тогда все будет хорошо. А иначе будет трагедия, как с ректификатом. Ну, что ж, приступим? Да. Давайте отодвинем наших монстров. Да вот сюда я, прям, поставить. Все. Теперь я по них и... Ну, и вот, значит, сейчас все это делается довольно просто. Сначала я буду, значит, отделять голову, а потом их фиксировать. И постепенно, значит, когда будет фиксатор загрязняться, для этого спирта много, не все, удастся выпить. Но вот мы, значит, будем подсменивать раствор, заодно освежать, поскольку концентрация меняется. Естественно, если помещать туда организм. Ну, вот у нас... А для рассоединения какой-то специальный инструмент или кухонный нож? Вы дали уже. Прекрасный инструмент. Я думаю, что... Сюда мы будем сбрасывать... Костей. Нет, сюда мы будем сбрасывать то, что мы потом будем готовить. Иначе... Значит, поскольку здесь довольно длинный жаберный аппарат, большой, значит, интересны очень жаберные нервы, потому что они имеют сложное строение. И потом у высших существ таких у нас с их помощью иннервируется весь глоточный аппарат. Часть животных поэтому мы зафиксируем, соответственно, вместе со всеми жаберными щелями. То есть голову отделяя от тела позади этих щелей. Вот что, собственно говоря, я и начинаю делать. Ну, пяточек таких, я думаю, будет хорошо. Ножик прекрасный, прекрасный. Великолепно режет. Чудесный. Я просто... Кузнец-пампуха знает толк. Да, кузнец-пампуха. Большая благодарность кузнецу-пампухе, потому что человек с пониманием отнесся. Ну, ей фасетка нравится. Чуть не полтора сантиметра. И заточена хорошо. Мы еще купили адский, совершенно заточной прибор. Отдельно покажу. Настоятельно рекомендую. Очень хороший. Даже слегкой, глухой и фактически безрукий. Может прекрасно заточить. А голову тоже, да, наверное? Склероз. Дело в том, что для тех, у кого нет ручек, давным-давно, в 70-е годы... Так, ну все, у нас здесь пяточек. Сейчас мы еще чуть-чуть подложим ценного материала. Вот, кстати говоря, демонстрирую. Это называется дружеский каннибализм. Каннибализм, да. Вот, одна минога пытается засадить другую. В том смысле, что сделать в ней дырку и ее заесть. Видимо, уже сделала. Ну да, там присосалась неплохо. То есть она пытается питаться своими соседями. А они не родственники пиявок, нет? Нет, нет, нет. Пиявки – это беспозвоночные. Мы отличаемся от них тем, что у нас есть позвоночник или хрящевой, или костный. И спиной мозг идет внутри, ну и спереди голова. У беспозвоночных немножко другая система. У них брюшная нервная цепочка, то есть нервная цепочка лежит на брюшной стороне тела. И головные ганглии, которые охватывают пищеварительную трубку. Поэтому есть много, кстати, в этой теории происхождения, в том числе и крайне завиральных. О том, что бедные червяки жили-жили, потом взяли с дуру ума, перевернулись и стали ползать на спине. Ну и этим теоретикам я могу предложить перевернуть простого червяка, и посмотрите, как он будет ползать на спине. Ну и вот это, конечно, крайняя форма, так сказать, несостоятельности интеллектуальной. Но, тем не менее, такие теории есть. Потом они превратились в теорию... Дай-ка мы вот эти вот этого... Да что ж, это такое? Так, нет, это безобразие какое-то. Я не могу допустить каннибализма. Это так неприлично. В публичном месте. В публичном месте, поэтому придется уменьшить... Накал страстей. Накал страстей, да. С помощью ножа. Что ж это такое? Ну, понятно, что пострадавшего будет такая же судьба. Ну, что делать? Кстати говоря, тот, кто был поактивнее, он толстенький. То есть, и все признаки того, что он ест не первого своего товарища. Агрессор, да. Да, какой-то просто маньяк. Я бы сказал, чикатило. Миножный. Да, миножный маньяк. Так, это у нас три. Еще парочку сладеньких. Четыре. То есть, у нас набирается прекрасная закуска. Угу. Пять. Ну, что ж, чудесно. Теперь мы перейдем к более мягкой форме. А именно мы сейчас отстрижем головы без жаберного аппарата, которые, собственно говоря, мне тоже будут нужны. А многие говорят теперь, что динозавры – это были птицы. Дело в том… Ихтиозавр тоже был птицем. Нет, ихтиозавр, у него почему-то крылышков не было. У него был хвостик и плавал он в воде. Хвостика и плавнички. Но вот те, кто говорят, это есть такая парадигма. Сейчас я объясню в двух словах. Есть такая палеонтологическая парадигма. Она построена на том, что палеонтологов в большинстве случаев – это американцы в первую очередь. Потому, что если собрать всех палеонтологов, занимающихся динозавров в нашей стране, то их мы с трудом посадим вокруг этого стола. Оставшееся место придется заполнять журналистами, потому, что их всего пять человек. Это включая те, кто переучился с изучением дохлых кроликов, на динозавров и прочее остальное. Для тех, кто тебя знает, пойму таком. Несмотря на эти все проблемы, их пять человек в стране. А если в Америке созвать такой конгресс, то это будет две с половиной тысячи человек. Печально. Вот и вся разница. То есть, если так финансировать науку, не хочется о грустном, то, пожалуй, скоро будет там динозавров не в десять раз больше, чем палеонтологов, а в сто. Сами закончатся. Да, сами закончатся. Теперь дальше. Вот теперь у нас задача такая. Последняя жаберная дырка у этой твари, она находится примерно на уровне конца продолговатого мозга. Поэтому я буду, значит, отчекрыживать мозги примерно по второй дыре, чтобы уж точно не ошибиться. И здесь у нас продолжается та же самая история. То есть, мы их быстренько разделываем. Усекновение головы. Ну, я бы не сказал, что здесь мы повторяем знаменитый опыт Иоанна Предтечи. Ну, что-то в этом есть. Ты смотри. Резвая. Но она точно кого-то, вы смотрите, она в крови. Она кого-то заела там. Нашла дырку, нашла кому-то. Она чей-то бок вкусный и запустила. Наиболее активные не теряются. Нет, нет, нет. Едят друг друга. Но это нормально. Это как и люди. Люди занимаются примерно тем же самым. Ну, не в прямом смысле, а так в заочном. Просто отнимают все средства к существованию. Ну, что является тем же самым. То есть, поеданием. Так, у нас 4, 5. 5. Чудесно. Я думаю, что надо сделать побольше, поскольку... Десяточек тоже. Десяточек, да. У нас есть избыток прекраснейшего материала. Просто могу порадоваться. Просто тот, кто будет смотреть, если будет смотреть тот, кто это поймал, вам огромное благодарное сердечное. Потому что я замучился искать. Интересно, а как они их ловят? Ну, обычно в обычной жизни, то есть, когда вот в недавнешнее время их просто там заставными такими, заставляли такими решетками, ну, деревянными, плетнями. И там они сгребаются в сторону, а там ставят какие-нибудь сетки или еще что-то. Но обычно вместе со всем, просто это сорная рыба, которая попадает в сети со всеми остальными. И ее просто-напросто используют. Что бывает, как раков там положить в эту роколовню, рачевню, в дохлого кота? Да нет, ну что? Ну, зачем дохлого кота? Нет, дохлого кота это неплохо. Но они же на что-то должны идти. Они идут на рыбу, на живую, понимаете? Ну, зачем живую рыбу где? Они идут просто там, где рыба живет. Там они и водятся, и их также точно используют. Абские твари. Вот. Все. Вот у нас разрезик. Вот такие же будут и гистологические срезы головы, если посмотреть поближе. Маленький-маленький спиной мозг проходит. Он, кстати говоря, у минок и у миксин, он довольно плоский. У миксин он вообще похож на такой плоский раздавленный медицинский чемодан, на которого сел кто-то от 100 кг. Значит, а у этих он просто плоский такой, низенький. И там огромные клетки, которые очень удобно изучать. Понятно, что чем животное более древнее, тем, как правило, клетки у него крупнее. И этим надо пользоваться. По этой причине, например, многие объекты... Лучше видно, да? Лучше видать. Ну, представьте себе, вот если даже не возьмем не рыб, бог с ними, а возьмем каких-нибудь существ более продвинутых, но не сильно. Ну, например, амфибий. Да? То вот амфибию мы смотрим на нее. Ну, что, лягушка, лягушка. Ну, вот. На самом деле они очень разные есть. Ну, есть, во-первых, большие. И, я бы сказал, вкусные лягушки. Называются мигалобатрахусы. Это вот такого размера. Лягушка. Амфибия, тритон, который живет в Японии. И который является деликатесом для очень богатых японцев. Ну, и всяких других гурманов, у кого есть средства для того, чтобы их приобретать. Это, значит, такая вот довольно большая. Ну, я лично вот таких вот имел дело с вот такими. Мигалобатрахусами. Но самое главное не в этом. Самое главное в размерности. И в размерности не самого мигалобатрахуса, у которого клетки крупные. А в размерах яйцеклетки. Ну, вы представьте себе. Я считаю, надо еще зеленую употребить. Вот эту? Да. Больно она. Мигалобатрахус. Представьте себе, что у него яйцо, но все видели лягушек, которые плавают в водоемах. Там черненькая икра. Икру отладывают, да? Да, там она по миллиметру примерно, чуть побольше, полтора. А каждая икринка – это клетка? Каждая икринка – это отдельная клетка, но уже когда откладывает, тут же сразу самец сверху поливает сперматозаврами. Все это дело они пробуриваются, сразу попадают, и процесс пошел. Лягушонки заводится. У них наружная. Но у многих амфибий есть и внутреннее плодотворение. Ну, не у всех, но есть. Ну, короче говоря, этот мигалобатрахус, у него вот эта самая яйцеклетка, которая у лягушечки полтора сантиметра, у него она вот такая. Примерно полтора-два сантиметра одна яйцеклетка. Японцы жрут поле? Нет, они икру не жрут, они ее очень ценят, поскольку… А просто они с ней едут. Как? Они ее выращивают во взрослых животных. Потому что главный ресторанный деликатес – это взрослые животные. Кстати, у меня там была история. В 70-х годах там возникла проблема, связанная с тем, что в искусственных условиях японцы, ну как же, аквариумисты великие, самые великие в мире и в окрестностях, сапоги которых попирают из Вселенной. Как у Фен-Жуса. Это так, смеху ради. Ну вот. Они, значит, создали аквариумы, там кучу денег вложили. Ну, бизнес. Представляете, Мигал Батрахуса съесть на каком-нибудь японском празднике. Класс, высочайший. Там, тем более, было много богатых японцев в тот момент. Это сейчас они немножко обедняли. И вот они начали разводить. И так, и температуру, и влажность, и давление. И они у них в природе живут чего-то. Не разводить. Никак. Ничего не получилось. То есть, контролируемое размножение не вышло. Потом они пригласили специалиста. Говорят злые языки, что из России. Может быть, судя по решению проблемы. Так. Ну вот. И, может, врут. Не знаю. Не гарантируя достоверность. Он сказал, что делать-то специалист. А он говорит, ну как, чего, говорит. Давайте трактор. Вырывайте каналы. И выпускайте их. Все. И как стали, мне говорил, батрахус размножаться. Это лишний раз говорит. Явно русский. Это был явно русский. Ну, к сожалению, я абсолютно точно этого не знаю. Но, тем не менее, вот такая история. Давайте-ка еще парочку сладеньких. Уж очень я страдал от их отсутствия. У меня прям была какая-то трагедия жизненная. Ну вот. Они прекрасны. Ну, они, вот я чувствую, вы их полюбите к концу. Некоторые начнут сожалеть. Я их только маринованными употреблял. Ну, маринованные, вы знаете, это примитив. Потому что ничего лучше зажаренной миноги на разогретой сковородке в сухарях с перчиком и солью нет в природе. Сухари у нас есть, Дементий? Ну, может быть, есть мука. Есть, может быть, старый кусочек хлеба. Ну, и все. Значит, вот такая у нас история. Теперь я сделал, закончил. Значит, это у нас фиксируется. Это все замечательно. И пока мы это откладываем, материал. Здесь у нас спирт. Здесь у нас формальдегид 10% раствор. Теперь у меня начинается сложная работа и достаточно длинная. То есть я выберу объекты покрупнее и начну их препарировать. То есть мне нужно выдрать из них мозги. И эта задача достаточно сложная, потому что у этих животных есть очень одна интересная особенность. Вот у нас сосудистое сплетение. Если вы говорите, какой-нибудь из нас мозг, то есть снаружи ничего не видно. А у них, я даже пожертвую одним зверяком, сейчас я выберу, для учебного процесса. Поскольку я считаю, что наши зрители и слушатели достойны, раз они до сих пор выдержали этот ужас, значит, они должны быть вознаграждены изумительной картинкой. Сейчас мы сделаем эту изумительную картинку. Я сейчас объясню, кто на ком сидел. Значит, у меня есть инструментарий с собой небольшой. Все полезные для практического анатома. С вашего позволения. Да, пожалуйста. Как там судьба за мною? Да-да. Как сумасшедший. Да-да-да. Бритва в руке. Да, это совершенно... Именно для этого. А зачем бритва? Бритва, во-первых, очень тонкое лезвие, хорошее. У меня нет нормальных инструментов. Есть достижения японской техники. Есть знаменитый скальпель по преданию давно ушедших академиков. Говорят, что этим скальпелем оперировали носовую перегородку самого Иосифа Виссарионовича. Фау. Это скальпель Пфау. Я берегу его. Непонятно зачем, да? Но, тем не менее, мне он нравится. Еще ножницы из той же серии хирургии довоенной. Это СССР. А здесь СССР. Советская, значит, отличная. Это же знаменитая поговорка. Но, тем не менее, сейчас эта штучка покажет. Она не только брить умеет, а тем более вечерком ее проверил на чашечке. Позвольте подержаться за скальпель, которым резали нос Иосифу Виссарионовичу. И вот эти ножнички тоже. Не знаю, там у него усы продрезали им или чего делали. А их вообще нужно, можно точить? Ну, я точу, но как-то жалестно, потому что... Не специалист. Да, точить можно и нужно. Это тот инструмент, не одноразовый, который сейчас... Который ничего не режет. А это тот инструмент, который режет. Ну, так вот. Я сейчас воспользуюсь советским инструментом. И произведу разрезание... Головы. Вот, значит, что мы здесь видим. А видим мы здесь следующее. Вот, смотрите. Видите, какая картинка? Жаберный аппарат. Вот этот самый, куда открываются дырки. Вот оно. А вот здесь лежат, вот этот край мозгов, а вот здесь это самая асимметричная, обонятельная ямка, которая разделяется внутри перегородки. А вот это вот и есть мозги. Маленькая, маленький кусочек. А здесь мощный, видите, язык и мощные такие как бы зубы вот, которые что делают? Это позволяет проделать дырочку в теле и потом глоткой просто сосать внутренние соки, включая кровь. Вот, собственно говоря, такая картина. Я специально сделал асимметричный разрез для того, чтобы нам можно было насладиться зрелищем, значит, цели моих исследований – это мозгом. Вот, собственно говоря, на такую тварь, то есть, еще раз подчеркиваю, тварь-то большая. Вот. Вот на такую тварь мозг у нас составляет вот этот вот маленький комочек, вот этот кусочек. Все. Ей для жизни достаточно. Я поэтому всегда говорю, а если говорим о людях, то надо иметь в виду, что, собственно говоря, для того, чтобы есть, пить, размножаться и выпендриваться, достаточно столько. Остальное это только отягощает свободную... Умножает скорбь. Умножает скорби. Поэтому скорби умножать не надо. Но здесь есть еще всякие тонкости. Над мозгом миноги у нее находится сосудистое сплетение. Первый же просмотр новых препаратов с новыми маркерами, которые позволяют анализировать физиологию этого дела, показал, что у них в этом сосудистое сплетение, то есть, это такое место, через которое проходит кровь, чтобы сделать ультрафильтрат, то есть, образовать спинномозговую жидкость, у нас такая же штука, и струйка течет вот такой толщины через наш мозг. У них то же самое, но у них более пассивная система, и там происходит кровотворение, причем во всех отделах. То есть, если у нас в полых костях, там клетки кровотворения, то у них это происходит в сосудистое сплетение. Есть такое в природе? Да, встречается у крупных осетровых в районе сосудистое сплетение заднего мозга. Но вот для миног это было, так сказать, плохо известно. Так что сейчас я подготовлю несколько мозгов, то есть, несколько крупных экземпляров отрежу головы и приступлю к препарированию мозга. Это немножко такое волокитное и болезненное занятие, поэтому здесь сложно получить райское наслаждение от демонстрации, как в цирке. Но, тем не менее... Продолжим декапитацию. Продолжим декапитацию. А здесь выберем как раз покрупнее, потому что хотелось бы. Какой-то очень противный. Нет. Нажористый. Нажористый. Вот нажористых мы любим. Вообще, пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Да. Так, но здесь все наоборот у нас в этой системе, поскольку нам как раз толстячки-то и нужны. Да, вот еще один хороший. Так, ну вот сейчас я троечку приготовлю и начну препарировать. К сожалению, это долгое, занудное и малоинтересное занятие, поэтому уж как получится с демонстрацией. Когда... Значит, я сейчас отпрепарирую, я вытащу мозги, и мы их начнем фиксировать в глютар-альдегиде и погольже. Ну и в спиртяжке тоже обязательно сделаем, потому что это тотально. И зачем? Почему я так делаю? Нет, чтобы сейчас всех нарезать и перейти к приготовлению закуски непосредственно. А я вожусь, значит, зачем это все нужно? Дело в том, что фиксирующие жидкости проходят медленно через тело, и там фиксация за час, там бывает 2-3, иногда 5 миллиметров. Ну, зависит от плотности ткани. А мозги, как вы видите, довольно глубоко, и они сами еще звери слизистые. Значит, они довольно скользкие. А самой скользкой в мире считают существо. Это миксина, ближайший родственник морская. Они такие вот такие вот... Ну, какая-то особая смесь. Там слизь, которую можно завязать в узел, она тут же развязывается. То есть, такие фокусы все обычно любят показывать впечатлительным детям. Там, ну, когда морские. Они действительно развязываются, то есть, удержать ее в руке невозможно, прям выскальзывает вот так, прям, как будто вот невероятно. И по этой причине как бы эти сверхскользкие существа, а эта слизь, она же фиксируется сразу, схватывается белок-то, схватывается спиртом и формальдегидом. И вовнутрь ничего не проходит, начинает медленно очень профиксироваться. Поэтому мне нужно время для того, чтобы это прошло. А здесь нельзя время тянуть. Надо, чтобы быстро схватился мозг. Поэтому я буду предельно удалять ткани, а уже кусочки там на подложке с хрящиками – это хрящевые рыбы, у них никаких костей нет. То есть, это привет мамам. Подавиться ребеночек не может, если сможет это есть. Да и папа не подавится костью. Да и мама не подавится. И мама не подавится костью в варенье. То есть, костей нет, хрящевая рыба. Точно так же, как и осетровый. Даже еще лучше, хрящики мягче. И я буду, значит, соответственно, работать. Видите, вот они еще… Жаберный аппарат работает замечательно. Видите, все работает, все живет и процветает. Почему? Потому что система пейсмекерного регуляции сокращения нервов висцерального, то есть, жаберного аппарата, он продолжает работать. А поскольку энергетический запас у холоднокровных внутри нейронов достаточно велик, она еще довольно долго будет чирикаться. Так как рыба на суше, когда вот это все происходит. То есть, покруче, чем курица с отрубленной башкой. Да, курица далеко не убегает. Мой опыт показывает в среднем 20-30 шагов. Ну, собственно говоря, человек без головы тоже пробегает около 100 метров примерно, прежде чем споткнется. Есть кинохроника, есть данные военные, когда там снарядом сносит голову человек, а если он бежит ровно, по ровной поверхности, то в автопилоте, это важно для чего? Для понимания работы спинного мозга. Там автоматическая система работает, и он продолжает бежать, пока не споткнется. То есть, запас хода на самом деле у нас тоже довольно хорош. То есть, не надо уж так преуменьшать наши возможности. Так что я перейду к этой работе. Но смотрите, сейчас я буду. Так-так. Ну, и так. Сейчас мы сделаем пробный замес. Благо, что постараемся отработать технологию так, чтобы это было побыстрее. Потому что, естественно, душа горит, закуска стынет, все уже. Значит, обычно делается как? Обычно таких тварей надо снять верхнюю крышечку, срезать. Обычно в мозге спрятаны достаточно глубоко и хорошо. Ну, как у нас, например. Защищены. Да. Они защищены довольно неплохо. И как в нашем случае, это волосы у кого есть, дальше череп подвешены, мозговые оболочки, три штуки. То есть, система хорошо защищена. А здесь ориентироваться довольно просто, поскольку у них есть вот это вот дыхательное, не дыхательное, а обонятельное отверстие вот здесь. На поверхности. Вот надо до него дорезать и от него плясать. Потому что оно через 3-4 миллиметра заканчивается как раз обонятельной капсулой, в которой приходит первая пара нервов обонятельных. Ну, вот мы их сейчас. Вот она. Вот дыра. Вот видите? Вот глазки. А вот асимметричная обонятельная ямка. Куда? На дозрев ходит. Он ходит вовнутрь. И там вот эта черненькая гадость. Это не черненькая гадость. Это на самом деле такие ламельки, то есть, плоскенькие, как у аккумулятора такие пластинки, которые пигментированы, поскольку там находятся пигментные клетки. И смесь пигментных клеток и обонятельных составляет вот этот эпителий. То есть, и оттуда идут два нерва. То есть, все равно два нерва обонятельных, несмотря на одну дырку, идут в головной мозг. А зачем ей нюх? Она рыб чует под водой? Конечно. А куда плыть-то? Где закуска? Ну, вы представьте себе, у вас в Неве завелась минога. Ну, и что она будет делать? Там же не видно ничего. Грязюк. Ну, конечно. Темно. А на глубине так вообще темно. Значит, ну, вот она запахом по запаху идет, где рыба. То есть, она нюхает, естественно, не саму рыбу. Как она будет там, ее бок нюхать, что ли? Да нет, конечно. Фекалии все же гадят в воду. Не только спортсмены. Ну, то есть... Чемпионы. Не только чемпионы. По плаванию имеют дурную привычку писать в бассейн. Ну, и все остальные рыбы. И поэтому они используют обоняние не столько для нахождения самой рыбы, сколько ее фекалий. А где фекалий больше, рыбы, значит, соответственно, больше. Ну, и все. Сейчас я завожу бранши ножниц вовнутрь и начинаю вокруг срезать мускулатуру. Вот таким образом. А вот я из зоологии школьной помню, что у рыб некая боковая линия, которую они все чувствуют, колебания. А у них тоже есть? Да, у них тоже есть. А как же? И на голове, и сбоку. Как раз это великая вещь. Вот что? То есть, и юг, и боковая линия. А боковая линия нет. Еще же у многих рыб, надо это иметь в виду, не только все спрятано в обонятельной системе, это еще вкусовые почки есть на половине тела у многих. Снаружи? Да, снаружи располагаются вкусовые почки. А у некоторых рыб, вот знаете, надо показывать по телевизору, как там какой-нибудь морской житель на таких здоровенных лапках, значит, он задумчиво двигается по дну. Эйнштейн такой своеобразный. Жуткий огурец. Вот, да. Ну, нет, вот, я имею в виду, с рыбы плавники длинные, вот он идет там. Что он идет? Ничего он не идет, он харчи ищет, как говорил Шариков, где я харчеваться буду. Вот он ищет, где я харчеваться, потому что у него вкусовые почки находятся на передних плавниках. Он там шурует. Находит, начинает пороться там, еду ищет. То есть, на самом деле, вот эта вся благородная природная миграция, там, это, в общем, альтруизм, на самом деле, того и гляди. Только за едой. Да, конечно. Как великое переселение народов, видимо. Да-да, конечно, только за харчами. Больше ничего. Ну, вот, видите, она большая довольно, эта дырка. Ну, вот. Дальше, значит, мы ее поддираем и открываем мозги. Здесь есть тонкость, потому что надо поджиматься под хрящевую крышку, чтобы мозги не зацепить. Мозги нежные. Мозг не задет. Ну, это для летчиков характер. Здесь несколько другая ситуация. Здесь мозг будет задет обязательно. В этом цель моего изобразия. Я помню, в советской школе мы на уроках потрошили лягушек. Многим девочкам становилось дурно. Мальчики сатанински хохотали. Всем нравилось жабу распотронить. А теперь народишко слабоват пошел. Ну, так поэтому, как известно, чем меньше эмоционального опыта у детей, тем проще управлять взрослыми. Для чего это делается? Потому что позитивное знание, оно, к сожалению, выглядит не очень. Оно выглядит, как вот эта кровавая тряпка. И ничего не сделаешь с этим. Так устроен мир. А если ограждать граждан от этого, то они могут поверить в любую чушь. Да. Это вот в фейсбуках очень сильно заметно. Я думаю только о позитивном. Больше позитива. Интересно. У тебя вся жизнь не может состоять из позитива. А потом ты столкнешься с негативом. И что? А потом произойдет встреча с судьбой. Да. Эта судьба может оказаться клизмой. Со скипидаром и птифонными иголками. С телитропой. Да, да, да. Или семью. Кружка эсмарха. Да. Да, да, да. И тогда возникнет неожиданность. Обычно после этого они там пытаются как-то замостречить судьбу Анны Карениной. Ну, она, конечно, понятна, что другая ситуация. Анна Каренина все-таки была наркоманкой. Ей тяжело приходилось. Два мужика, наркота. Жутик. Что употребляло? Ну, я не помню там, что в описании. Я думаю, в те времена общепринятые были какие-то вещи. Ну, помоднее, я думаю, чего-нибудь. Беленький порошочек. Неужели тогда был? Ну, я не знаю просто. Надо посмотреть. Почитать классику надо. Надо читать между строк. Поэтому Анна Каренина, конечно, это герой почти нашего времени. Да. Бросилась под высокотехнологичный паровоз. Знающие люди говорят, это все равно, как сегодня, если бы она бросилась в дюзы ракеты энергии. Или что там у нас, ангара сейчас? Ну, что-то красивое. Самое передовое. Да, она передовидная. Поэтому она и автор ее вывел, как склонную к наркотическим удовольствиям. А вот при советской власти всех суицидников, то есть самоубийц, немедленно госпитализировали и начинали лечить. Правильно ли это было? Вопрос, как лечить. Хочет ли организм покончить с собой? Хочет, нет. Надо ли его лечить? Или надо дать волю? Нет, ну, конечно, детей нужно ограждать от таких впечатлений. Вот, собственно говоря... Что это у нас? То есть такой деликатес получился. Вот у нас такой ложбинка. Это мозговая капсула хрящевая. А внутри вот эта вот белесенькая мерзость. Вот эта вот. Вот эта белесенькая ерунда весом несколько миллиграмм. Это и есть мозги. И, естественно, даже я выковырять это не могу. Для этого мне нужны бинокуляры еще полчаса. Чтобы его так поднять элегантно. И так подняли и понести. Вот это не могу. Поэтому мне придется поступать как-то простодушно. То есть я буду портить гигантское количество драгоценных реактивов. Действительно драгоценные? Ну, учитывая отсутствие финансирования науки, они все драгоценные. Ну, что ж, запускаем первой электронной микроскопии. Конечно, куски гигантские. Но для электронной микроскопии берут кусочек обычный миллиметр на миллиметр на миллиметр. То есть маленький. У меня эти куски большие. Но дело в том, что я открыл доступ фиксатора к мозгу. И практически мозг лежит на подложке из хрящевой капсулы. То есть мозговой. Сверху лежит мозг. И поэтому все доступно. И он профиксируется. Потом я его аккуратненько оттуда извлеку. То есть вот такой приемчик. Сейчас мы будем делать попеременно. То есть засунем. Сюда. То засунем в бихромат калия. Сосмием для того, чтобы получить гольджи. То есть отдельные нейроны. Это, конечно, к сожалению, технология довольно вероятностная. Я учился у людей, которые непосредственно учились у Рамона Кахала. То есть мне повезло. То есть у лаборантов, которые перенимали такую науку. И действительно были профессиональные высочайшего класса. Есть такая... Была такая мадам Антонова, которая описала, кстати говоря, колонки в мозге до открытия физиологов на Западе. Из-за которой чуть не Нобелевскую премию дали. Она лет за десять до этого описала колончатое строение мозга человека на человеке. Используя окраску погольже. Высочайший был профессионал. К сожалению, возня с этими сомнительными реактивами, конечно, свела его могилу в довольно раннем возрасте. Тут уж ничего не сделаешь. Но она была настоящей энтузиастной. Хотя не без причуд. Она очень много сделала в гольджировании. Гольджистка была знатная. Что тут говорить. Она как раз колонки за ней. Вот я учился у нее в том числе. Она была специалистом. Эта история имела продолжение относительно гольджи окраски. Как-то я... Это было лет 15 назад. Собираюсь уже уходить с работы. Вдруг раздают звонок. Вас беспокоят из испанского посольства. Бодрым горлосом. Знаете, такой переводчица, боящийся потерять свое хлебное место. Такой, значит, бодрячком. Да. Ну, это обычная история. И, значит, я говорю, ну, хорошо. Испанская посольство. Я говорю, причем тут я и Дона Педры совсем уж ни с какой стороны науки в Педреанде нет, как известно. Никакой. То есть, она была. Я не говорю, что там какие-то плохие. У них была наука, но они ее заменили на колбасу, сыр, виноградное вино. Что и производят. В чем большие мастера. Я говорю, да, чем я могу помочь. Я как бы занимаюсь, ну, как бы не совсем занятиями с характерными для Испании. Она говорит, не вопрос. Вы у нас приехал гистолог. Я говорю, ничего себе. Я говорю, откуда? Из самого Мадриды. Столица. Столичный морфолог. Это же серьезное дело. Тем более гистолог. Я говорю, ну, хорошо. Столичный, так столичный. Чем-то я-то могу помочь. Он говорит, вот, у него есть проблемы, вопросы по гистологии. Но я чувствую, что он как-то слово гистология выговаривает неуверенно. То есть, для нее это явно новое слово. Говорит, не могли бы вы что-нибудь сделать. Я говорю, ничего себе. Ну, ладно, говорю, давайте тащить его. Притаскивают мне его, значит, в пятницу. Притаскивает его в пятницу. Действительно, заведующий кафедрой гистологии из Мадридского. Там как-то университет, как-то них называется, особенно. В общем, короче говоря, наследник Рамона Кахала. Тот самый, который получил Нобелевскую премию за использование методов Гольджи. Кстати говоря, для интересующихся. Есть книга, изданная казанскими гистологами в памяти о Рамоне Кахале. Называется «Рамон Кахал. Автобиография». Рекомендую прочесть. Хорошая книжка. Он на Кубе воевал. Там всякая такая жизнь была непростая. То есть, полезно почитать, ознакомиться. И вот, значит, этот Рамон Кахал. Из его лаборатории приезжает ко мне ученый. Ну, я так-сяк говорю. Чего нужно-то? И тут выясняется, что, оказывается, он уже ездит два месяца по России. А до этого ездил уже полгода по Америкам, по Европам и по всему остальному. И хочет он, чтобы у него в лаборатории Рамона Кахала наконец-то начали красить по Кахалу. Ну, логично. Ну, да. Ну, это технология немного утрачена. В том смысле, что ее послали куда подальше. Давно-давно. Почему? Потому что все уже увлеклись биохимией. А потом молекулярной биологией. А потом генетикой. Деньги-то дают на модное. А на классику исследования не дают ни рубля. Ну, и чего? Естественно, постепенно все перемерли. И Альма-Матор технологии осталась как бы матерью, но не Альмой. И он, бедный, приехал искать. А где я тут завелось? Я говорю, я объездил всю Европу. Там нигде ничего не умеют красить по Гольжи. Все рассказывают. А, они красят. Можете меня научить? Говорю, ну, давай. Круто. Докатились. Да, это к вопросу о развитии европейской науки. То есть, они ценны. То, что было бесценным просто. За что Нобелевские премии, в конце концов, давали. Они это утратили начисто. Ну, у нас сейчас то же самое происходит. Нас же на моднявую дают. Нас же моднявка должна быть. Если у тебя нет слова молекулярной биологии. Еще какой-нибудь пакости, типа стволовых клеток. Тебе ничего не дадут никогда. Тебе только догонят и добавят. Поскольку зачем это нужно? Это все прошлый век. Вам скажет какой-нибудь пузатый дядька. Интеллектуал. Да, со значком этой Академии наук, в которой скоро выборы. И зачем это вам? Это вам ни к чему. Это какой-то прошлый век. 19-й век. Антиквариат. Лишенная мозга дергаться перестает. Лишенная мозга, она становится настоящим избирателем. Нет. Ну, по кладистому смысле. Аккуратно. Безмозглым, да. Да, прекрасно. Так вот, еще один. Оп. Ну, вот. И три дня. Значит, еще одна. Три дня, значит, я вынужден был ему. Ну, я, значит, поступил просто. Я взял крысу. Ее... Сделал с ней то же самое, что с миногами. И после этого... Краткий курс. Что? Краткий курс. Да, трехдневный. Я говорю, вам сколькими способами? Он говорит, ну, вот мне бы, значит, у него глаза расширились наконец-то. Он говорит, мне бы вот по Рамону Кахалу, а еще бы по Гольже, а еще бы по Бельшовскому Гросс. Я говорю, ну, хорошо. Значит, к сожалению, там многие окраски длятся больше трех дней. Но у него были последних три дня, пришлось интенсифицировать, там, повышать температуру, менять концентрацию, что не очень хорошо, конечно. Но я делал это осознанно. Это был гистологический интенсиф. Да, интенсиф месяц. В общем, хорошо. Значит, я... Через три дня он, значит, получил, и когда он увидел... Я спиной мозг, поскольку проще всего и быстрее. Я спиной мозга сделал этой крысы, значит, он получил препарат, он сказал, а можно мне его забрать с собой? И глаза. Нет. Я сказал, забирай хоть все, забирай. Даже с крысой. Даже с дохлой крысой включая. Забирай, говорю, вези, будет тебе счастье. Утащил, больше я, к сожалению, ничего о нем не слышал, но, наверное, там они как-то освоили хотя бы на уровне студентов это мероприятие. То, что когда-то изобрели... То, что когда-то изобрели, да. То есть, это печальная судьба. У нас примерно то же самое. У нас в стране был создан самый лучший в мире цитархетонический атлас мозга. Человека лучший. Вот в 80-х годах выходила какая-то книжка какого-то занудного немчуренца. Такого на редкость. Зловредного и занудного. И он где сравнивал... Книжка прямо так и называлась. Цитархетонический атлас и мозга человека. Вот он собрал со всего мира. Ну, видимо, дошел с трудом. Доехал на Мерседесе до библиотеки. Залез в нее и был поражен, что там просто лежит еще одна монография, которую можно опять продать. Значит, он опять сравнивает между собой. За работу стояла книжка такая приличная. В чем хорошем издательстве, по-моему, Академик Пресс. Что-то такое. Сравнение разных атласов мозга человека. Так вот, наш атлас 1956 года, он признал в своей этой монографии лучшей работой по цитархетоникам мозга человека вообще в истории. Ничего аналогичного. Услышать это от занудного немца, который очень болезненно переживает собственную несостоятельность. Довели большевики науку о мозге. А он, по-моему, был этот, западный фашист. Я про наших, которые такие атласы бомбили. Да, такие делали просто феноменально. Потрадно. Ничего лучше. И до сих пор ничего лучше. Но я могу всех успокоить, любители американской науки. Кстати говоря, в Америке ни одного цитархетонического атласа до сих пор нет. Они там что-то сделали точнее всех на свете с помощью томографии. Объясняю, исходя из нашего предыдущего разговора. Сейчас мы продолжим. Томография имеет разрешение в самом лучшем виде. 100 микрон. Обычно работают на 150. Все остальное арифметика. А цитархетонические атласы, которые делались с помощью микроскопической техники, имеют разрешение полмикрона. В 300 раз больше. Поэтому достижения Америки, они хороши только для американцев, которые не знают ни науки, ни собственной истории. Жестоко. Так, давайте продолжим, где наши подопечные. Они страдают без нашего внимания. Дементий. Нам нужно покрупней. Снова наши парни. Они самцы-самки или герлофродиты? Нет, нет. Здесь и самцы, и самки есть. Но у них и там сложные размножения. Несколько не так упрощенно можно. Вообще в рыбьем мире там с этим делом известны и проблемы. Потому что, ну, например, классический вариант – это селедочка. Атлантическая. Любите, господа, атлантическую селедочку? Я тоже люблю. А вы какую любите? Побольше и потолще или потоньше? Пожирнее. Пожирнее. То есть вы, получается, любитель самок. Да. А вы знаете, что каждая самка у селедок в молодости была самцом? Нет. У селедок не знаю. В детстве я был юный аквариумист. И в книжках читал, что рыба под названием меченосец. Если она какой-то одного пола в аквариуме живет, то некоторые особи меняют пол самостоятельно для того, чтобы размножаться дальше. Ну, мы пробуем это широко, но у нас трудно пока плохо получается. Плохо, да. Только хирургическим путем у людей. Так вот, значит, насчет селедок. Там сначала молодые селедки, понимаете, маленькие. Это такие дохленькие, такие шустренькие, как сперматозоиды. Они, значит, самцы. А когда селедка достигает весомых достоинств. Половозривости. Круглости. Она постепенно становится самкой. Она определяется с половой ориентацией. Да. Она в конце определяется всегда одинаково. Становится самкой. Значит, и вот, когда это происходит, значит, ее молодые будущие самки с успехом оплодотворяют. Вот это да. Вот так устроен мир. А мы чего-то там говорим. Про своих. Про своих. Ну, Господи, наши невинные дети. Миноги отдали свои головы науке. Да. Ну, и как всегда, ученые готовы воспользоваться. Мне больше всего в моей жизни… Слабостью. Да, слабостью. Нет, размерами научных объектов. Мне всегда нравилось, например, изучать поджелудочную железу у осетровых. Ну, она вот такая. Осетр-то. Представляете, какая поддержка науке от такого. А зачем у осетра изучать железу? О, там есть очень много тонкостей. К нашему счастью, этого многие не понимают. И поэтому мы до сих пор колем инсулин каждый день. Если бы вашу упокорную услугу финансировали, в поедание осетров в том числе, то смотришь бы, мы уже решили эту проблему, и внутривенно вводили бы инъекцию раз в месяц, а то и раз в полтора. Потому что эта проблема решена, в том числе с помощью различных реликтовых и особо вкусных. рыб. Там же чудовищная мафия, Сергей Вячеславович. Опасно такими опытами заниматься. Так я поэтому и не занимаюсь. Это же очень опасно. Очень. Именно из-за того. Ну, что там, они миллиард долларов моржи в день. За счет больных, за счет лекарств, за счет полосок, за счет диагностики и прочее всего. Там обслуживание сочетанных всяких этих заболеваний, лечения всяких побочных дел. Что это гигантский бизнес. Конечно, там жизнь. За мою жизнь, если бы я этим продолжал заниматься, никто бы не дал ни рубля. У нас есть кисточка, если бы что. Кисточка, это просто. Это же мечта. Это все, чтобы русских унизить, понадобили всяких инструментов. Ну, вообще она тефлоновая, к ней прилипать не должно. Жару достаточно или добавить? Да-да-да. Нормально, нормально. Сейчас вроде бы. Ну, чуть-чуть добавить можно. Так. Ну, тогда приступаем, собственно говоря. Это, конечно, не японский ресторан. Это русский самострог. Ну, что есть. Я не буду брать лопаточкой соль. И делаю вид, что я соблюдаю гигиену. Нет. А это что у нас, сухари? Это сухари, это миноги обезглавленные. Здесь соль, красный перец, черный перец. Оливковое масло вроде как пригодное для жарки. Не маловато? Маловато будет. Так. Надо поддать. Мало-мало-мало-мало. Мало огня. Сейчас посмотрим. Хорошо, перец симпатичный. Я как-то купил порошковый перец. Долго будете смеяться. Ну, вот. И, значит, по своей привычке засолил сало. Поскольку я не разделяю ненависть некоторых народов к салу. Ты считаешь, что... Мы, наоборот, разделяем любовь к салу. Да. Ну, и к тому же американцы даже своим очень своеобразным солдатам в пайки кладут сало почему-то. Называемый лярд. Да, да. Кладут сало в упаковочках, потому что им как-то они все-таки думают, что солдаты должны как-то выживать в тяжелых условиях. Я люблю сало. Я сам его солю. Я сам его копчу после этого. Причем я копчу специфическим. Раз уж мы на кухне, можно и поговорить и об этом. Я копчу специфическим способом. Я сначала беру сало. Ну, хороший кусочек у какого-нибудь фермера или еще как-то. И, значит, засаливаю. Обычно я засаливаю по-холодному. То есть, это значит, что я просто запересыпаю солью с красным перцем или с черным, в зависимости от умонастроений. Надо переворачивать. И дальше после этого кладу. Так, можно, наверное, чуть-чуть даже и убавить. Нет? Ну, давайте. Отрывать нельзя, а то она мгновенно... Да. Ну, вот. И она лежит у меня. Поскольку у нас зима чудесная, то плюс, то минус. Ага. Ну, сало это то растает, то наоборот замерзнет. Ну, чудесно все. В результате оно набирает соли столько, сколько нужно по ходу дела. Угу. То есть, за счет межклеточников, значит, просаливается. И затем я дожидаюсь хорошего мороза, градусов 20, и затеваю копчение. То есть, нормально на... Можем сюда бросить. Да-да-да, сейчас я уже буду бросать сюда. Ну, вот. И затеваю копчение. То есть, дело в том, что в этот момент должна быть низкая температура. Тогда что я делаю? Я копчу примерно 40 минут, и у нас все получается чудесно. Потому что прокапчивает слой в 3-4 миллиметра, а внутри сало невинно, как дитя. В результате получается, сохраняется вкус соленого сала, и приобретается запах и аромат копченого. Что, собственно говоря, требуется доказать. Так, как мы определяем готовность? Готовность по виду и запаху. Сейчас как едой запахнет. Я сломал, а вот я их никогда не жарил. Нет, нет, здесь будет легко. Как только у оператора закапает слюна и будет прожигать дырки в полу. Так, все, у нас будет готово. Вот. Так, сейчас я еще заброшу, все-таки нет. А вы любитель художественного фильма «Чужой», «Чужие». «Чужой», да и мне немножко смущает примитивность. Фильм-то ничего так, задумка. Я все время смотрю, когда такое кино. Я расстраиваюсь, знаете, потому что задумки прекрасные, а воплощение такое убогое, что просто, ну, слезы одни. Хотелось бы как-то, ждешь все время большего. Забыли обвалять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это мы сейчас заделаем. Это у нас неправильно. Потому что сухарики, они обычно подгорают. Так, о, у нас уже мы приближаемся. Да, забыли обвалять. Так, ну, ладно. Теперь пойдет веселее. «Чужой» – ничего. Фильм, ну, затея хорошая, но воплощение. Просто такое впечатление, что этих толстых тетенек, которые в таких синеньких бриджах, коротеньких, там, бастуют за счет того, что они платят деньги, они, видимо, из вредности такие сценарии пишут, в которых через каждые 10 минут начисто возникает противоречие. Давайте я. Начисто возникает противоречие со всем предыдущим фильмом. По-моему, это готово. Да, сейчас скоро, все, сейчас еще 3 минуты, порядок. Думаю, его так выкатим. А это вот сюда. Это лучше всего делать такими щипчиками. Щипчики увезли за город жарить мясо. Ну, ясно. Ну, пахнет вкусно. Немного. Слушайте, это вообще деликатес. Для тех, кто понимает. Вы просто ангел какой-то в крыльях. Ну, у нас дело теперь пойдет намного веселее. Мне принес ангел-спаситель. С усами и с бородой. В бандане. Спасибо. И в очках. Это просто ангел действительно. Эти у нас раньше всех залегли. Может, уже... Сейчас, сейчас, сейчас. А это? Сейчас. Так, вот это сейчас будет готово. Сейчас эту проверяем. Это самое первое было. Да. Оу. Все. Все. С этой все хорошо. Так. Мы давайте кавелочку подсушим малость. Протрем тряпочкой. Извлекаю? Да, да, да. Все. У всех трех. Угу. Все остатки было увеличие. Ну, это что есть? Еще есть? Конечно. Ну, чудесно. Потому что здесь маселец-то нужно побольше. ангел спаситель. Заботливо принес на донышке бутылки. Заботливо принес на донышке бутылки. Не совсем. Типонный. Для такого. Для такой дичи. Ну, я, честно говоря, пользуюсь в основном этими сковородками чугунными. Простейшими. Чугунные сковородки у нас тоже все за городом попрятаны были. Это, так сказать, как-то попроще, ближе к естеству. Ну, как помните, к нам едет ревизор. Да. Если, говорит, больной помрет, то он и так помрет. Мы, говорит, все ближе к естеству. Чего на него, дорогие, лекарства тратить? Ну, почти как сейчас у нас. Транжирик, да. Ай-яй. Ай-яй. Так, эти прихватились. Ну, ничего, это как раз для этого панировочные сухари и существуют. Ничего страшного. Я вас уверяю, что это будет одни из самых вкусных. Когда они прихватываются, это даже неплохо. Вот что приходится делать ученым, обращаю ваше внимание. Питаться объедками от научных исследований. Это с ума сойти. Только стоит жалеть, что объекты... Но на самом деле в 90-е годы, для того, чтобы сохраниться в науке, там был выбор такой. Или идти трусами торговать. Ну, как все. Да, печально. Ну, вот. Или, значит, грызть корки. Я предпочел грызть корки, но это привело к катастрофе, потому что пришлось на протяжении многих лет питаться лабораторными кроликами. Святые были годы, говорят. После экспериментов. Но зато никто не трогал. Не надо было отчетов в Академию наук писать, потому что академики тоже занимались торговлей трусами и осваиванием бюджет собственных институтов. Я думаю, академикам было попроще. Ну, у них бюджет есть. Возможности пошире, да. У нас-то ничегошеньки не было. Поэтому, что кролики на протяжении примерно 10 лет я изощрялся в приготовлении кроликов. Могу поделиться при случае. Я знаю, наверное, что способов 50-х приготовить. Кроличательные. Да, так, чтобы мясом кролика не пахло, чтобы все было хорошо там. Так что нельзя догадаться вообще, что это такое. Потому что вы понимаете, если вы едите второй месяц кроликов, то у вас возникает желание съесть что-нибудь иное. При всей калорийности, питательности и вообще всякой пользе. Кролик, он диетичный. Да, диетичный. Но это уже становится в печени, это заседает. Это диетичный. Вот в Соединительных Штатах, говорят, там чуть ли не половина населения страдает от диабета и всяческих этих гормональных расстройств. Я думаю, у нас тоже достаточно граждан. В том числе состоятельных, которые… Ну, к сожалению, они же ведь сначала полечились. По академикам, по центрам. И все уже бесполезно. Они уже ни во что не верят, это раз. Во-вторых, они ко всяких этих заклинателей змей полечились. Там наложение рук, наложение кому Тора, кому Библии, кому чакру. Я знаю одного доктора, он продает специальные костюмы. В них два кармана, один на сердце, а другой на печени. И для исцеления надо вкладывать фотографии доктора туда. Когда ты дома ходишь лицом к телу, а когда выходишь на улицу, фотку надо развернуть, он будет отпугивать. Я видел еще круче. Когда стоит прибор размером в такой комнате метров сорок квадратных, там вокруг компьютера такие банки с жидким азотом, такие дуги гигантские. Вокруг компьютера мигают. Это 90-е годы. И там производят торсионные поля, которые пронзают время и пространство. И там просто ставится перед ними такая пачка фотографий страдающих, больных людей. И что бы не лечило, на любом расстоянии попадает запросто. Самое смешное, через 10 лет мне предложили проверить это дело. Значит, решили передать на расстояние такой же электромагнитный, секретный, конечно. Совершенно. Секретный. Ну, просто с помощью трансформатора обычно. Секретный сигнал. Значит, чем дело кончилось? Значит, я взял, говорю, ну, хорошо. Будем передавать. Ну, очень простой эксперимент. Тероксин. То есть, гормон роста. Ну, он вырабатывается. У лягушек для того, чтобы головастики прошли метаморфоз. Ну, чтобы хвост встянулся, лапы выросли. Ну, простое дело. Но если эта штука передает тероксин на расстояние во времени и пространстве, то тогда, значит, эти лягушки должны расти. Правильно? Да. Правильно. Раз это вещество. Ну, а в контроле ничего не было. Причем, ну, поскольку головастиков много, там по сотне, сотню туда, сотню туда. Ну, вот. Не растут. Я прихожу, а там же, естественно, теоретики такие, обычно слегка пахнущие вчерашней водкой. Там какие-то головастиков вложить или что? Там надо было сфотографировать головастиков, вложить их, сложить с тероксином и поместить в секретный прибор. А фотография, значит, содержит секретную информацию. Да. И с помощью тероксин попадает именно то, что на то, что изображено на фотографии. И именно на этих головастиков? Нет. Больше никаких. Значит, все было отлично сделано. Потом, значит, я прихожу отчитываться, рассказываю, значит, ну, деньги-то освоили. На самом деле, возня там все это возили, склали там. И, говорю, не получается ничего. Тогда этот теоретик, я говорю, так слабо пахнущий вчерашней самогонкой или водкой. Естественно, покрытый диким волосом. Настоящий изобретатель. Да, настоящий такой образ изобретателя, бомжа с последней помойки. Вот он, например, такой образ культивировал. Ну, чтобы видно, что он только мыслит. Он не отвлекается на одежду, на мерзости всякие. Я говорю, в чем дело-то? И дальше проезжающее воображение ответ. Все очень просто. У них, у лягушек, всего три, всего два астральных поля. А у человека три. Поэтому у человека действуют, а у них нет. Я говорю, а как же насчет полей-то? Как их определять? Они говорят, ну как, прибором в поле, который меняет свое напряженность. Соскочил. Ловкий. Соскочил. Но потом пришлось сделать на млекопитающих. Опять не получилось. И он соскочил уже вдаль. Единственное, жалко, что он там развел людей, как всегда, на деньги. Ну, на граждан-то на многих действует. Я помню, советская газета неделя опубликовала такую заметку про то, что некий знахарь сибирский лечил всех березовым поленом. К нему приезжали, он им полено к башке прикладывал и тут же отпускал. Ну, наверное, на многих действует, как Кашпировский. Но есть такие, знаете, ситуации, когда не действует ничего. Желательно ходить к врачам все-таки. Нет, ну вот есть такая история, почти достоверная. Американская семья лечилась от бесплодия, объехала Европу, Америку, Африку, мексиканские. Я, извините, перебью, есть самый верный способ лечения от бесплодия. Надо отправить жену в дом отдыха. Говорят, это лучше всего помогает. Ну, можно к опытному врачу. Или так. Значит, ничего не получалось. Но они, значит, и туда, и сюда. И потом прослышали, что в Бурятии где-то есть особый такой шаман. Шаман. Они пробились в Россию, как здесь трудно, всем понятно. У нас медведи кругом, казаки с саблями. То есть, черт знает, что творится. И я как-нибудь расскажу. Я такое письмо однажды американцам написал. Они всему поверили. И все оплатили. И казаков, и экспедицию, и подводы с лошадьми, и сено, и фураж. Все как надо. Это страна непуганных дураков. Значит, что дальше происходит? Они приезжают в Бурятию. Все нормально. Приходят к шаману. Он входит. Он въедет. Ну, все. Честь по чести. И говорят. Вот вы такой. Да. Все. Вы знаете, у нас проблема какая? Он говорит. Вы знаете, у нас нет детей. Мы хотим решить эту проблему. Он на них посмотрел. Говорит. Ну, вы мужики даете. Ну, мне кажется, надо переходить уже к поеданию. Да. И ног. Значит, ну чего. Берите нож и вилку сначала. Может, это... Нет, мы обязательно. Ну, давайте вы отделите часть, чтобы... Подготовить. Да, подготовиться. Я все время путаюсь. А это не важно. С какой руки я что-то должна... Слушайте, это должно быть просто удобно. Все остальное. Какое нам дело русских до этих странностей и премудростей? Так, будем здоровы. За вас, уважаемые зрители. Ну, а теперь экзотический деликатес. Ваше мнение? Не зря минога отдала жизнь во славу науке. Я сначала запереживал, что вы солью очень много сыпите, а я соль не очень отлично. Здесь соль, она очень жирная, понимаете? Вот меня поэтому всегда смущают... Минога жирная. Да, меня смущают всегда фильмы про драку. Он такой всегда худой. Насосавшаяся чужой кровью в миногах. Ну, как? Прекрасно. Очень вкусная. Очень. Это деликатес прекрасной пищи просто. Вот маринованная... Нет, нет, слушайте, ну маринованная, это все-таки попытка уйти от необходимости их жарить. И желание долго хранить. Отлично. Что всячески советую для тех, кто по-настоящему ценит жизнь. А вот такая минога, сделанная еще под хорошее белое вино. Господа. Минога дает не только маленький мозг, но еще большое количество отличного мяса. Вещь. Дементьев, ты ловишь миног? Ну что, мы на этом заканчиваем наши опыты? Пожалуй, что да. И переходим к более приятной части нашей программы. Поедим мы без вас, дорогие наши зрители. Удачи вам. А на сегодня все. До новых встреч. До свидания. Гаси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова